В эфире телеканал Увидное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Православные встретили светлое Христово Воскресенье. Мы счастливые с вами люди. Мы знаем, что Христос воскрес. Открытие летнего сезона отпраздновали в Центральном парке города Видное. Праздник отличный, настроение шикарное, погода тоже, дети довольны. Свой профессиональный праздник отметили сотрудники Ленинского пожарно-спасательного гарнизона. Самое единственное, что каждый из нас знает один номер. Самый первый номер – один. Православные христиане отметили свой главный праздник – светлое Христово Воскресенье. По традиции, в ночь суббота на Воскресенье во всех храмах совершалась праздничная служба и крестный ход. Подробности в репортаже Юлия Пагасьян. Воскресенье Христово – основа православной веры. Поэтому посвященный этому событию праздник Пасхи считается главным торжеством церковного года. 48 дней Великого Поста позади. По традиции, в субботу, ближе к полуночи, верующие приходят в свои храмы, чтобы стать свидетелями богослужения, посвященного Воскресенью Иисуса Христа. Христос – истинный Бог наш, молитвами причистая Своя Матери и всех святых, помилует и спасет нас, як благ и человека любит. На богослужения священнослужители облачились в праздничные белые одежды. Настоятель Георгиевского храма города Видное, отец Михаил Егоров, прочитал пасхальную полуночницу, а по ее завершению обратился к прихожанам. Мы счастливые с вами люди. Мы знаем, что Христос воскрес. Мы счастливые с вами люди, потому что мы считаем себя верующими во Христа людьми. Воскресший Христос, являющий себя Богом, победителем смерти, победителем ада, победителем всякого тления и греха, дает нам надежду и указывает путь. В этом году, несмотря на ограничения, в Россию по традиции прибыл благодатный огонь из храма Господнего в Иерусалиме. Лампадку доставили и в Георгиевский храм. От нее верующие смогли зажечь свои свечи. А в полночь священнослужители и прихожане покинули стены храма. Начался пасхальный крестный ход, который завершился благой вестью. Христос воскресе! Христос воскресе! Я хочу поздравить всех верующих с наступившим Пасхой Христовой нашего Спасителя и поблагодарить Спасителя за Его помощь, за Его любовь к нам, дарующую нам надежду на спасение. В храм этой ночью пришло много людей. Были те, для кого эта традиция, кто-то на ночное богослужение попал впервые. Но всех их объединяет любовь к Богу. Если не получается, даже все время службы смотрю по телевизору, которые идут из храма Христа Спасителя. Но вот сейчас появилась возможность и прибежал. Поэтому это идет от души. Я думаю, что это в душе каждого человека верующего и не может быть по-другому. Когда муж заболел, отмаливать его ездила в Иерусалим. И, честно говоря, он у меня поднялся в тот момент. Сейчас, конечно, 9 лет прошло. Честно говоря, чудо поверила. Впереди у верующих 40 дней праздника. Именно столько православная церковь отмечает Пасху. Юлия Погосян, Сергей Ларин и Екатерина Давлятова. Видное ТВ. По традиции в начале мая в Ленинском городском округе открываются парки, отдыха, аттракционы и летние кафе. Запускаются фонтаны. В Центральном парке начало летнего сезона сопровождали детской анимацией, мастер-классы. На праздники побывала и наша съемочная группа. Подробности в репортаже Юлии Погосян. В исторической части города Видное сегодня шумно. Слышна музыка. А все потому, что в Центральном парке открытие летнего сезона. На следующий момент мы можем гостям предоставить аттракционы. Это колесо, обороз, зрение, орбита, паровозики, вертолетики. Вальс у нас работает. Также у нас есть небольшое кафе, где можно купить хот-доги, газированную воду. Но и у нас есть какие-то мероприятия, которые мы постараемся вести каждые выходные в каждом парке, не только в Центральном. Здесь сегодня организовано несколько мастер-классов, но все сделано так, чтобы соблюдать социальную дистанцию и необходимые меры личной безопасности в период пандемии. Но это не портит настроение гостям. Всех оно отличное, ведь сегодня, 1 мая, праздник весны. Дорогие земляки, от всей души, от всех своих коллег, от себя лично, от администрации, от Совета депутатов, поздравляю вас с 1 маем. Это праздник весны и труда, и у нас его никто никогда не отнимет. Пожелать им, в первую очередь, здоровья. Год нам показал предыдущий и текущий, что здоровье – это одно из важных в нашей жизни. Поэтому выходим в парк, сезон открыт, начинаем укреплять здоровье и радоваться жизни. На празднике открытия летнего сезона в Центральном парке для детей была организована анимация. Танцы, забавы, веселые игры. В пляс хочется пуститься даже взрослым. Праздник отличный, в стране шикарный, погода тоже, дети довольны, самое главное. Нам сегодня весело, весна наступила, открытие сезона парка, и все открылось. Это здорово, да? Очень. В рамках мероприятия на территории парка был разбит пункт вакцинации. Ведь прививочная кампания против COVID-19 – это не только забота о здоровье людей, но и внимательное отношение к их комфорту. За последнее время количество случаев коронавирусной инфекции увеличивается. Люди должны понимать, что это, во-первых, будет защищать самих людей, их близких, родных и взрослых. Поэтому приглашаем на вакцинацию. Сезон открыт. Приходите в Видновский парк всей семьей. Будем надеяться, что погода нам будет благоволить. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В Подмосковье с 1 мая объявлен особый противопожарный режим, который подразумевает полный запрет на приготовление шашлыков в лесах и парковых зонах. В связи с этим лесная охрана совместно с сотрудниками МЧС и полиции проводит профилактические рейды. На одном из них побывала и наша съемочная группа. Длинные майские выходные и теплая погода – казалось бы, идеальное сочетание для отдыха на природе. Но с 1 мая в Подмосковье объявлен противопожарный режим. А значит, в силу вступили особые правила разведения огня в лесных массивах. Теперь жарить шашлыки можно только в отдалении от деревьев – 50 метров от лиственных и 100 метров от хвойных. Именно сейчас, в условиях особого противопожарного режима, все-таки у нас начинаются жаркие, теплые дни. Мы должны прекрасно понимать, что увеличивается возможность возникновения пожаров. Поэтому разведение костров на данный период времени в лесах запрещено. Приготовление шашлыков – то же самое. Проверить соблюдение этих мер вышли сотрудники МЧС, лесной охраны и полиции округа. У участников рейда нет цели выписать штраф. В первую очередь они спешат предупредить жителей о действующих на этот период правилах – как для отдыхающих на природе, так и для дачников. Остатки растений надо снижать. Нет, запрещено. Складываем в контейнер и в соответствии с договором вывозится все. Даже в мангале в лесу разводить костер нельзя. Как оказалось, знакомы с этими правилами не все. В парковой зоне у Купеленки и в лесу на Ольховой любителей мяса с дымком немало. Всего во время рейда было обнаружено 7 нарушений правил пожарной безопасности. Жители предупредили об административной ответственности за разведение огня в лесах и призвали отдыхать правильно в специально отведенных для этого зонах. Должны быть какие-то прогалины от населенного пункта, расстояние не менее 100 метров. Вообще площадки должны отделены быть мангал, если это мангал, то отделены быть миоризованной полосой, то есть штык лопаты, грубо говоря. Под кровью деревьев ни в коем случае нельзя. Площадки специально оборудованы, других вариантов нет. Пока единственной оборудованной площадкой на этой территории является беседка на Ольховой улице. За разведение открытого огня в других частях леса придется заплатить штраф до 4000 рублей. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Тавлятова. Видно этого. Почти 400 лет назад в России появилась благородная профессия – пожарный. Первые упоминания о дозорах относятся ко временам царствования Алексея Михайловича. В современной истории на официальном уровне свой профессиональный праздник огнеборцы отмечают уже 23 года. Секретами мастерства и азами управления спасательной техникой интересовалась наш корреспондент Галина Житкова. Мужчины в форме всегда вызывают особый трепет в женских сердцах. Сильные и благородные сотрудники пожарной охраны героические будни не столь нарядны. А вот в профессиональный праздник вполне могут себе позволить надеть парадный китель. Будем беречь наш Ленинский городской округ, предупреждать максимально пожары. Недаром есть такая пословица – пожарный спит – страна богатеет. Поэтому для того, чтобы именно пожарные, те, которые тушат пожар, спали, мы будем профилактировать и не допускать пожаров. Нашим бравым огнеборцам доступно управление любым видом техники. Раритетную восстанавливают для собственного музея, а на современной спасают жизни миллионам людей. В 28-й части в нашей федеральной есть машина с насосом «Розенбауэр». Такая очень удобная для тушения квартир. Она маневренная, удобная, ствол высокого давления, чтобы не залить ни с лежащие этажи. А так, в принципе, в каждом подразделении есть по одному свежему автомобилю. Но есть и проблемы, естественно, с техникой, хотелось бы и обновиться. Порядка 200 человек в Ленинском городском округе состоят в героическом отряде пожарных. Но на праздник в историко-культурный центр пригласили лишь небольшую часть тех сотрудников, кто личным примером не раз демонстрировал свое мужество и отвагу. За высокий профессионализм и добросовестное отношение к своим обязанностям представители пожарной охраны муниципалитета наградили почетными грамотами, благодарностями и памятными подарками главы Ленинского городского округа. Лучших представителей профессии отметили очередными званиями и медалями за отличие в службе. С самого детства каждый из нас знает один номер, самый первый, 0-1. И он не просто так, 0-1, потому что вы действительно первые, кто стоит на защите, безопасности. Предотвращение, спасение, помощь – девиз пожарных и спасателей. В любое время дня и ночи мужчины в форме готовы сразиться со стихией и выйти победителями из этой схватки. Ведь дома их тоже ждут. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И в заключении выпуска расскажем о прогнозах синоптиков. А они предсказывают, что 5 мая облачно будет до самого вечера. Всю вторую половину дня будет идти мелкий дождь. Температура – 12 градусов тепла. И это все новости на сегодня, но наш телевизионный вечер продолжается. Прямо сейчас на телеканале Видное ТВ смотрите художественный фильм «Разрешите тебя поцеловать». А я прощаюсь с вами. До встречи.